В семье стартовал двухмесячник по профилактике острых кишечных заболеваний. Это восточно-казахстанское областное мероприятие, проводимое с 3 июня по 31 июля. В рамках акции санитарная эпидемиологическая служба ужесточила контроль над объектами общественного питания, а также над детскими дошкольными учреждениями. Летний сезон – это период различных кишечных заболеваний. Из-за повышения температуры воздуха быстро портятся продукты. В результате микробы, которые провоцируют заболевание, попадают в кишечник. Поэтому, чтобы избежать кишечных заболеваний, необходимо знать и соблюдать простые санитарно-гигиенические правила, говорят специалисты. С этой целью в нашей области проводится двухмесячник, направленный на профилактику острых инфекционных заболеваний и сальмонеллеза. Этот тип заболеваний чаще всего наблюдается у детей в возрасте до 2 лет. Кишечные инфекции распространяются в основном тремя способами. Это водный путь передачи, контактно-бытовой и пищевой путь передачи. Водный путь передачи, мне хочется сказать, чтобы желательно употреблять только кипяченую воду, даже из-под крана вода может быть небезопасна. Поэтому только из проверенных источников, ни в коем случае не из каких открытых водоемов, каких-то случайных водоисточников, а именно вот чтобы была вода желательно централизованная, если это децентрализованная вода. И, в общем-то, всю воду нужно употреблять только в кипяченом виде. Кишечные заболевания вызывают грязные фрукты и овощи, скоропортящиеся молочные, мясные и просроченные продукты. Также распространителем вируса является и человек с заболеваниями полости рта. По словам врачей, кишечные инфекции делятся на категории – легкие, средние и тяжелые. Обычно, когда человек получает пищевое отравление, у него прежде всего открывается рвота и повышается температура. Эти признаки также могут наблюдаться и во время аппендицита. Поэтому большинство людей не могут отличить эти два заболевания. По словам медиков, важно помнить, что во время аппендицита боль в животе не прекращается. Тяжелая форма кишечной инфекции лечится стационарно. Сейчас начинается сезон заболеваний острыми кишечными инфекциями. Этот период имеет место быть ежегодно. К тому же сейчас в больницы выпадают с энтеровирусными инфекциями. Уже сейчас у нас есть пять пациентов с диагнозом менингит. В целом, энтеровирусная инфекция протекает в различных формах. К примеру, у кого-то это может быть герпетическая ангина, у кого-то энтерит, у кого-то менингит. Двухмесячник продлится до 31 июля. В его рамках в целях наибольшей информированности населения будут проводиться различные семинары, лекции, круглые столы и акции. Поход Гульказецкая, Рад Кожахметов, телеканал Семей.